Суверенное Международное Казначейство М1 Постановление номер 023 от 3 декабря 2022 года Настоящим подтверждаем Международное Казначейство М1 является владельцем и управляющим мирового счета в Ролдбэнк. Счет номер 0100-014 АА777-C3АМ01, распределенного по различным банкам в странах по всему миру. Напоминаем, Международное Казначейство М1 является владельцем и управляющим мирового счета в Ролдбэнк. Счет номер 011-700-3516-222-777-8888-999, распределенного по различным банкам в странах по всему миру. Напоминаем, Международное Казначейство М1 является владельцем и распорядителем активов, включающих счета под именами White Spiritual Boy, Spiritual Wonder Boy, Spiritual Wonder Brothers, Morning Star, King David, Prophet Muhammad, Damus and Saint Timothy, White Mongolia, White Vatican, White Eagle, Мария Синекуану Дивайн Кристалл, Мария Бунехау О Дивайн Санфлава, Мария Кристина О Дивайн Магдалин, Мария МакКиллен О Дивайн Истер Эгг, Фалкон, Альфа Омега и другие счета, размещенные в различных банках в 189 странах по всему миру. Мы руководствуемся предыдущими резолюциями и заявлениями Международного Казначейства М1. Подтверждая резолюцию номер 001-001-RES-2020 от 7 апреля 2020 года по выходу из мирового финансового кризиса, постановление номер 002-002-RES-2020 от 2 июня 2020 года, единственный выход из мирового финансового кризиса, постановление номер 003 от 1 октября 2020 года, 003-RES-2020, постановление номер 004-004-RES-2021 от 23 февраля 2021 года, аннулирование исторических активов с целью формирования сбалансированной новой финансовой системы. Постановление номер 005 от 16 июля 2021 года, 005-RES-2021, постановление номер 006 от 13 сентября 2021 года, 006-RES-2021, постановление номер 007 от 1 октября 2021 года, 007-RES-2021, постановление номер 008 от 21 декабря 2021 года, 008-RES-2021, постановление номер 009 от 22 декабря 2021 года, 009-RES-2021, уведомление номер 010 от 13 января 2022 года, 010-RES-2022, постановление номер 011 от 22 января 2022 года, 011-RES-2022, постановление номер 012 от 27 февраля 2022 года, 012-RES-2022, постановление номер 013 от 1 марта 2022 года, 013-RES-2022, постановление номер 014 от 3 марта 2022 года, 014-RES-2022, постановление номер 015 от 13 марта 2022 года, 015-RES-2022, постановление номер 016 от 16 марта 2022 года, 016-RES-2022, Постановление номер 017 от 13 мая 2022 года, 017-2022. Постановление номер 018 от 22 июля 2022 года, 018-2022. Постановление номер 019 от 23 сентября 2022 года, 019-2022. Постановление номер 020 от 5 октября 2022 года, 020-2022. Постановление номер 021 от 25 октября 2022 года, 021-2022. Постановление номер 022 от 30 января 2022 года, 022-2022. Международное казначейство М1, проводя мировую миссию по выходу из мирового финансового кризиса и предотвращению Третьей мировой войны, утвердило постановление номер 001, 001-2020 от 7 апреля 2020 года, и постановление номер 011 от 22 января 2022 года, 011-2022, об исполнении икона Созидания. В течение прошедшего времени, по сегодняшний день, специальными службами Международного казначейства М1, совместно с другими международными и страновыми правоохранительными контртеррористическими службами и международными контрольными финансовыми организациями, постоянно выявляются финансовые международные преступления по казнократству и незаконному использованию долларов, хранящихся в палетах, принадлежащих Международному казначейству М1 в больших масштабах в различных странах мира, таких как Вьетнам, Китай, Камбоджа, США, Афганистан. На европейской территории и на территории Союза Советских Социалистических Республик. Преступное террористическое сообщество иллюминатов совместно с преступной ложей, возглавляемой Майклом Рокфеллером, под названием Абейтон, которая управляет процессом глобального преступления против Бога и человечества по проведению геноцида народа почти во всех странах мира, разрабатывая и применяя химическое, бактериологическое, вирусное оружие массового поражения, различными способами распространяемое в больших и средних городах почти во всех странах мира. Эти безумные и извращенные террористы и военные преступники наполнены ненавистью к человечеству и всему живому, то есть к жизни, а следовательно, ненавистью к Всевышнему. Не существует в мире и Вселенной оправдания этим чудовищным преступлениям и преступникам, исполняющим их. Вышеописанное криминальное сообщество совместно с преступными подельниками, криминальными чиновниками и оборотнями в погонах, расхищая неприкасаемое имущество Международного казначейства М1, которое было подготовлено для выхода из мирового кризиса и социально-экономического развития всех наций как единого народа мира во всех странах по окону созидания, вышеуказанные военные преступники, международные террористы и коррупционеры направляют на выполнение чудовищных планов по уничтожению человечества и природы. Вышеуказанные сумасшедшие и разумолишенные догматы, догмы несуществующие, человека-убийцы и душегубы, продолжают разжигать военные конфликты, войны, истребления людей на всей земле, используя украденный, а следовательно, криминальный фиатный доллар. Продолжая финансировать геноцид народа почти во всех странах мира, вышеперечисленные поганые злодеи через ворованный и нелегитимный фиатный доллар конвертируют иные платежные средства. Понимая сегодняшнюю ситуацию, в которой коррумпированные и криминализированные чиновники и оборотни в погонах во многих странах, где находится хранилище международного казначейства М1, разными способами склонив многих хранителей, кладовщиков на преступления, продолжают агонию по разграблению, совершая казнократство священной мировой миссии. В связи с окончанием Игры Богов и преобразованием мира Ра и земли Матушки Русь в светлое и небесное состояние, в целях выполнения Божьего промысла по божественному провидению, по праву суверена, по праву наследного владения всеми активами мира, по праву главного регулятора мировой финансовой системы, поддерживая международные рекомендации Международного базельского комитета по банковскому надзору Стандарт-Базель-3, во исполнение высокого священного долга Международного казначейства М1 перед всем миром. Постанавливаем. Первое. Запретить к финансовому обороту в мировой финансовой системе и во всем мировом пространстве фиатный доллар США, как пустой и утративший финансовую силу и любую энергию криминальный документ. Второе. Всем мастерам мировой финансовой системы, всем международным и страновым правоохранительным организациям, всем международным и страновым контртеррористическим организациям, всем государственным и частным военным организациям, всем международным и страновым контрольным и мониторинговым организациям немедленно приступить к блокировке всех кодов, всех счетов, электронных и наличных оборотов, запрещенных настоящим постановлением фиатного доллара США во всем мировом пространстве, с дальнейшей ликвидацией запрещенных настоящим постановлением бумажных векселей фиатного доллара США, а также блокировки и стиранию всех учетных записей запрещенного настоящим постановлением фиатного доллара США во всей мировой финансовой системе и во всем мировом пространстве, провести глобальный мониторинг с последующей утилизацией запрещенного настоящим постановлением фиатного доллара США в любом его виде. Всем странам мира и финансовым институтам настоятельно рекомендуем войти в мировую программу «Рассвет» по переходу на золотой стандарт, разработанную и проводимую Международным казначейством М1 во всем мировом пространстве. Официальные запросы всех общественных субъектов права нашего мира прошу должным образом направлять на электронную почту Международного казначейства М1. Адрес электронной почты sunrise-sobacamonetaryone.org Международное казначейство М1 вновь подтверждает свое заверение в том, что в дальнейшем уверенно и твердо будет продолжать свое служение человечеству, защиту людей, восстановление справедливости, сохранение мира и сотворение светлой финансовой системы, восслужение социально-экономическому развитию человеческого мира в коне созидания, в любви и гармонии с Всебогом, родом Всевышним и природой. Его Величество Александр, Царь Царей, Генеральный секретарь Международного казначейства М1, Президент White Spirital Boy RSB Global Corp. Inc., Великий Интендант Суверенного Ордена Святого Иоанна, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского Ордена Госпитальеров. Ом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok